Всем привет! Сегодня 24 апреля, Московская область. Я в предыдущих видео показывала стеклянную теплицу, куда вывезла все томаты, перцы и практически всю рассаду цветов. Но некоторые культуры еще до сих пор у меня растут на подоконнике, поэтому хочу вам показать. Окно я притеняю москитной сеткой, потому что солнце последнее у нас не очень яркое и выжигает просто все листья на рассаде. Остатки у меня здесь еще лаванды рассады, но она потихоньку уже уезжает в добрые руки. Смотрите, какие аккуратненькие красивые кустики. Такую рассаду вполне можно высаживать в грунт. Конечно, поначалу ее нужно притенить обязательно. Она очень хорошо принимается именно в таком возрасте. Также посеяла огурцы. Здесь это для теплицы, вот уже по настоящему листику. Вот такое количество мне достаточно вырастить в одной теплице. Здесь и гибриды корнишонного типа и длинноплодные. Это аллигатор по типу китайского. И еще здесь семена из Польши от зрителя. Тоже посеяла. За рассадой огурцов мне проще следить в квартире, поливать, ухаживать. Хотя сейчас в теплице довольно-таки тепло, можно их и в теплицу. Но, повторюсь, уход мне в квартире за ними удобен. Поэтому они у меня здесь сидят. Вот скоро немножко подсыплю земли. А так рассада не вытянувшаяся, красивая. Я высаживаю с тремя настоящими листами. Я не люблю рассаду, вот когда высаживаю такой ниточкой в сантиметров 50. Для меня это не рассада. Она должна быть коренастая и не вытянувшаяся. Так, здесь у меня посеяна люфа уже взошла. Хочу сказать, что люфу я в прошлом году высевала. Высаживала я в открытый грунт. И хочу сказать одно, что кто живет в среднем полосе, люфа в открытом грунте у нас не вызревает. Уже мной попробована. Она плоды наливает максимум вот такого размера. И все. Не хватает ей тепла. И разбив у нее очень большой. Но люфу я выращиваю только для декоративных целей. Поэтому я не для еды плоды буду срывать. Поэтому решила в этом году посадить, выделить кусочек земли в теплице. И буду ее высаживать в теплицу. Вот здесь уже взошел. А здесь уже наклюнулся. А люфу и огурцы я сюда высевала в пакеты уже пророщенными. Просто в воде замачивала. И пророщенными семенами уже засыпала землей. Так, здесь у меня еще лаванда. Это самый ранний-ранний посев. Вот здесь вообще такие уже кустищи-кустищи. Тоже буду их высаживать. Очень интересный сорт. Дальше у меня здесь бархатцы. Это вот в самокрутках. Одни бархатцы. Уже одну самокрутку я рассадила по углам в грядку, где я высадила землянику крупноплодную. И здесь у меня еще бархатцы. Это все низкорослые. Тоже буду высаживать к овощным культурам. Вот в этом году так решила. Здесь у меня тоже все в самокрутке. Это базилик. Здесь у меня два вида зеленых. Дальше у меня вот такие маленькие. Совсем вообще маленькие. Здесь только зачатки настоящего листика. Это у меня баклажаны. С баклажанами у меня вообще получилась история. Этот сорт это монгольский карлик. Это семена я покупала у огородника. То есть такие свои домашние семена. Я, знаете, привыкла как. Домашние семена, значит, они всходят очень быстро. Поэтому я в нужный свой срок примерно посчитала и посеяла. Но я их замочила, семена. Нет, я первый раз вот сюда сухими посеяла, потому что все свои семена домашние я сухими сеяла. Посеяла, ну и все. Все как обычно, в теплое место, парниковый эффект. Жду неделю, жду полторы, жду две недели и баклажаны не всходят. У меня уже такая паника была, потому что баклажаны мы в семье очень любим. Поэтому мне их нужно было посадить. Ну не просто так, потому что я и закрутки делаю, и в свежем виде. Особенно на костре семья моя любит их запекать. В общем, я здесь уже начинала и ковырять, смотреть, и почему они у меня исходят. И они даже не наклюнулись у меня в земле. В общем, паника великая. Но я их не выкинула после двух недель, после посева. Потом я замочила семена, пошла, купила семена. Здесь у меня сорта это рок изобилия и маугли. И замочила их. Они, наверное, на третий день проклюнулись. И я их высадила. Вот, это семена уже покупные. Вот так они, видите? Все отлично. Уже они, они уже успели проклюнуться. Я их уже высадила. И тут счастье привалило. Начали всходить семена от огородника домашнего. Представляете? И стопроцентная всхожесть. Посмотрите. Где вот до сих пор еще всходят петельки, петельки. И где просто не взошли. Это я здесь уже ковыряла. Просто от любопытства смотрела. Все-таки наклюнулись они или нет. А так стопроцентная сейчас всхожесть. Представляете? После больше, чем двух недель от посева. Вот они взошли. И в общем, теперь у меня этих баклажан. Вот куда их теперь девать. А здесь у меня два баклажана. Уже вот с настоящим развернувшимся листом. Хорошо взошли. Это белые баклажаны. Покупные из интернет-магазина. Сосулька называется. Вот из шести взошло два. Вот уже больших. И вот еще третий взошел. Самый последний. В общем, из шести три семени взошло. В общем, теперь я в этом году их с баклажанами. Все-таки они взошли. Вот разбег у них получается на всхожесть очень большой. Даже при условии, что это семена домашние. Так что вот такая вот ситуация. Так, и дальше что? Я замочила уже другие культуры. Решила все замачивать. Не в стимуляторе я не замачиваю ни в чем, а просто в водичке. Вот 22 числа я замочила фасоль спаржевую. Сейчас покажу. Решила замачивать. Вот в таких контейнерах. Не буду ничего сухими сажать. Вот смотрите. Уже проросли. 22 числа. 22 замочила, 23 уже они проклюнулись. Это спаржевая фасоль, а низкорослая. Я ее очень люблю. В прошлом году я прям на нее не нарадовалась. Очень она мне понравилась. Так, здесь у меня тыква. Тоже все замачивала 22 числа. Просто в водичке. На бумажное полотенце. Вот, тоже уже видите. Это, между прочим, мои семена. Проклюнулись уже. И здесь покупное тоже все проклюнулось. Вот. Это декоративный тюрбан. Просто заложила полотенце бумажное, намочила водой. И сверху разложила семена, и сверху просто пролила водичкой, намочила. И в теплое место поставила. Это просто я сейчас выставила на окно, чтобы вам показать. Это у меня арбузы. Тоже, видите, проклевываются. Здесь два сорта. Огонек или джан. Тоже не огонек, а цыганок называется. Здесь еще у меня тыква. Я не буду все открывать, смотреть. Здесь у меня лагинария. Кабачки замочила. Кукурузу замочила. Что у меня еще? Арбузы, тыква, фасоль я уже показала, замочила. Ну вот, кукурузу замочила у меня здесь. Четыре сорта. Сейчас покажу. Три сорта. Три сладких обычных сорта. И один сорт, это попкорн. Вот хочу собрать в этом году свои семена кукурузы. С этих, если мне они понравятся по вкусу. Вот как раз это red black и вот как раз попкорн кукуруза. Вся проросла. Вот, представляете, 22-го замочила. Вот черно-красная вся проклюнулась. Сто процентно. Хорошая всхожесть. Это покупные семена. Ну вот, из частной коллекции. Кукуруза у меня из частной коллекции. И семена тыквы я тоже брала в частной коллекции. И тыквы тоже. Если мускатные два сорта, мне в этом году понравится. Буду сама пылять. Но я покажу, как я это делаю. И буду брать, если мне мускат понравится, буду брать. Ну, конечно, моя царевна лягушка. Без нее никак. Так я ее тоже буду, значит, выращивать в этом году. И все семена, которые проклюнулись, я обязательно буду их высевать в землю, в рассадные пакеты. И доращиваться она у меня будет здесь, на подоконнике. Потому что мне удобно так за ней следить. И уже за несколько дней до высадки я просто ее буду вывозить в теплицу. Вот и все. Хотела еще сказать, что вечером я рассаду досвечиваю. Особенно это огурцы, тыквы. Потому что вот не досвечиваешь, когда, то рассада очень сильно вытягивается. Я люблю, когда рассада коренастая такая. Не такие ниточки высаживаешь, а вполне здоровую, красивую рассаду. Так что вот. А я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока.